Пять лет назад в этом зале мы отмечали 85-летие Кирилла Юрьевича Кавальджи. Я хорошо помню, что зал был полон, Кирилл Владимирович был в прекрасном настроении, был счастлив. Три года назад мы здесь проводили такой вечер из нашего цикла «Открытые лекции по русской литературе. Система координат 50-е, нулевые», которая была посвящена как раз студии Кирилла Владимировича Кавальджи. Была такая ситуация странная, потому что мы, это было в апреле месяца, в тот день, когда Кирилл Владимирович не был даже похоронен. Но вечер заранее готовился, и так получилось, что все пришли сюда, и мы говорили, все его коллеги, друзья, ученики, все сюда пришли, мы говорили о его студии, а на следующее утро поехали на отпевание и на похороны. И вот сегодня 90-летие. Я особенно вам благодарен за то, что вы пришли, потому что все напуганы, все знают коронавирусом. Очень здорово, что вы собрались. Я думаю, что как всю жизнь свою Кирилл людям помогал и оберегал, так и сегодня он нас обережет от вот этих вот напастей. Опять-таки, я не должен был как бы вести этот вечер, по крайней мере, один. Все знают прекрасно Евгения Манимовича, он должен был сидеть рядом. Но он как раз в какой-то комиссии, в помимо того, что он недавно выступал по правам с институцией, против всего этого, он еще в комиссии по коронавирусу, они где-то заседают. Он обещал подъехать, как только освободиться. И, коль я здесь первый, я ей скажу то, что я хотел вообще сегодня сказать, чтобы дальше просто приглашать сюда выступающих. Я хочу, я никогда не читал этого текста, я хочу прочитать небольшой текст, чем я благодарен Кириллу. Да, он попал на одну страничку, вот, значит, прошу меня, извините, если долго. «Боль промыла глаза», называется текст, это его стихотворение, название его святояния. «Он был для меня страшно важным человеком. Я не был его студийцем, но поэтический разговор вел с ним непрерывно. С 90-го года, когда в Кишиневе, где я тогда жил, нас познакомил местный поэт, заведующий отделом поэзии журнала «Кодры» Рудольф Альшевский. И Кирилл Владимирович подарил мне свою тоненькую, но замечательную книгу «Высокий диалог», вышедшую в поэтической серии «Библиотеки Огонёк». Если кто помнит, была такая. Очень достойные стихи. Врожденное чувство свободы и европейскость жили в нем. При этом, безусловно, он был патриотом единой страны. В августе 91-го года Кавальджи находился по каким-то делам в Молдавии. И как раз с 19-го мы договорились встретиться. Закономерно, но несколько неожиданно, страна развалилась. Он позвонил, извинился. Ты слышал, какие события происходят? Мне срочно нужно выезжать в Москву. Однажды мы вместе брали куда-то билет на самолет. И я увидел, что в его паспорте написано «Год рождения, 1930-е, место рождения, город Ташлык, СССР». Позвольте, Кирилл Владимирович, почему у вас в паспорте написано «Неправда», когда эта территория принадлежала королевской Румынии? Нет. С точки зрения Советского Союза никакой лжи нет. Советская власть считала эту часть временно аннексированной. Буквально подмигивая, парировал Кавальджи. Он многим помогал, а посредственно поспособствовал и появлению литературной программы, которую мы с донимом Файзом ведем уже много лет. Кирилл Владимирович один из тех людей, кто настойчиво советовал не приезжать в Москву. 1 июня 1994 года, где окончил Кишиневский журфак, наконец-то приехал поступать в Литинститут. Приемные комиссии меня радостно отшили. С творческим конкурсом вы уже опоздали, молодой человек. Прием работ закончен. Приезжайте на следующий год. Что же мне делать? Мне уже 26 лет. Проехал больше тысячи километров. Еле денег нашел. Позвонил Кириллу Владимировичу. Он поинтересовался, кто набирает курс в этом году. Сейчас узнаю. Татьяна Вековна Сергеевича приняла. Позвоню Тане. Я ее хорошо знаю. Есть проект из Молдавии. Через некоторое время она ждет твоего звонка. Рукопись со стихами возьмет. Почитать. Но решать ей. Здравствуйте, Татьяна Александровна. Приходите ко мне в Днездяковский переулок журнала «Вопросы литературы». Пришел. На следующий день. На вашу рукопись я написал положительную лицензию. Готовьтесь к экзамену. Алексей Цветков, случайно не ваш родственник? Так я стал студентом литературного института. Получил кровать в общежитии и начал общаться с прекрасными коллегами по цели. Судьба без Кирилла не сложилась бы. Не было бы никакой литературной программы, получившейся в итоге семьи. Не было бы моей книги, на которой он в возрасте 84 лет написал рецензию поэт из счастья. Так это он про себя написал. Творчество, ученики, любимая жена, прекрасные дети. Не будем расставлять по порядку. Часто во время учебы я сбегал к нему занятия в издательство «Московский рабочий». Поговорить о поэзии. В 90-е, когда все говорили о деньгах, глоток воздуха. Ковальджи, воплощенные нестяжательства. Видели бы вы его квартиру на Малой Грузинской. Сердце сжималось от тесноты. Многие литераторы помнят знаменитая двустиша Игоря Артенева. Ничто, включая падежи, склонить не может Ковальджи. Но ни о многих наставниках с такой теплотой можно было бы так трогательно, стихотворно и по-человечески пошутить. Если встретил метро Ковальджи, за коленку его подержи. Данила Давыдов написал. Добрый, мудрый, интеллигентный, тактичный, с мягким чувством юмора. Я не знал, Кирилл Владимирович, как мне вас будет не хватать. Спасибо. Я, чтобы не перебивать, еще покажи эту картинку, Данила. Я, чтобы еще не перебивать уже собой, хочу сказать, что я как-то считаю себя обязанным ему. И поэтому, что я могу, и то делаю. Вот я сейчас, буквально, вот это вот выйдет в журнале Юность интервью, которое мы взяли буквально за несколько дней до смерти. Мы специально с Дмитрием Баком приезжали к нему домой и записали аудио интервью. И вот мы его расшифровали. Я долго думал, куда отдать, а потом думаю, ну, конечно, журнал Юность, раз эта студия была там, то как бы... Она не очень положительная о журнале Юность, между прочим. Надо сказать, что к чести своей я не взяли это интервью. А второе интервью я нашел, я его брал в 2000 году, опять-таки в этом издательстве «Московский рабочий», где он был главным редактором, главным редактором, да, и сын двух культур. Оно больше посвящено как раз-таки его молдавскому-румынскому миру, о чем здесь не так много, к сожалению, знают, да. И вот это вышло в Кишиневе, и сейчас еще... И сейчас много очень интересных фотографий. Да, много фотографий там-то. И оно выйдет сейчас и в Бухаресте, это интервью. Я говорю, что все, что я могу, я пытаюсь как-то допомнить о Кирилла здесь. Все, давайте ролик. По-моему, замечательно, сейчас его увидите. ПО-моему, замечательно. 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 ПО-моему, очень современно. Я вообще работаю в этом лицее второй школе. И сегодня заходит ко мне одна учительница, учительниц английского языка. И мы с ней обсуждаем, она стала писать маленькие рассказы на школьную тему. В общем, рассказы получаются очень неплохо, в стиле Зощенко, такие очень ироничные. И в какой-то момент мы с ней беседуем, она мне говорит, а вы знаете вообще, как я начала писать? Я говорю, нет, не знаю. Она говорит, ну вот, я прочитала стихотворение Кирилла Ковальджи, вот очень коротенькое. Когда я умру, кто-то нарушит весь порядок моего привычного уклада, переставит мебель, перетасует книги, перевесят картины, переклеит обои, и только слова, которые я уложил в определенном порядке, останутся в том же порядке. Вот она прочитала это стихотворение и вдруг подумала, что же останется от меня? Я подумала, знаете-ка, я тоже попробую писать. И начала писать, и мне стало получаться. Так что благодаря отцу появился еще один интересный такой человек. И отец вообще всегда поддерживал, даже если человек не гений, даже если он так-то пишет очень просто и для себя. Но вот он считал, что это есть какой-то элемент культуры, когда человек начинает писать, начинает интересоваться другими тайтами писателями, начинает контактировать со своими братьями по цеху. И как-то все в жизни налаживается. И вот этот принцип, что он поддерживал всех, даже те, у кого не было видно особых дарований, мне кажется, это некая отличительная черта, я такого больше не встречал. Обычно всегда ищут самых талантливых, самых перспективных и так далее. А тут вот такой общекультурный способ, как бы сказать, всем принести благо. Спасибо Александру. Я думаю, что уместно теперь перейти к студийцам. Вот я кого вижу, вот вижу. А мы повторяем сейчас. Или вы сразу хотите? Как вам удобно? Давайте перейдем к студийцам, раз была затронута тема. Сергей Страканин. Студийц, ныне журналист-эммерсант. Павел. Я немножко удивлён, что здесь вот я не вижу Будемовича. А я сказал, что он... Да, Юра Равова, вообще-то там других. А он не начал пойти. Но я убеждён, что если бы была такая возможность, видимо, просто какие-то форс-мажорные обстоятельства, потому что действительно здесь должно быть гораздо больше людей. Вы знаете, кажется, Эллиот говорил, что история – это не прошлое в прошлом, а прошлое в настоящем. Вот я сейчас пытаюсь для себя, как, может быть, и вы тоже, понять Каваньджей в нынешних условиях. Что значит для нас? Какие уроки мы могли бы извлечь, извлекаем из того, что мы имели тогда на рубеже 70-х, 80-х, и что, к сожалению, потеряли? Конечно, у каждого свой Каваньджей. Я могу говорить о себе. Для меня, конечно, принципиально важны два момента. Первое – то, что Кирилл Каваньджей действительно на рубеже эпох, может быть, так немножко громко звучит, создал такую уникальную микросреду в журнале «Юность», которая действительно стала средой кристаллизации неких идей, представления о том, которые резко продвинули, в общем-то, развитие поэзии. В поэзии тогда, ну, вы же помните, тогда господствовала официоз, вот эта литература соцреализма. Все это уже очень надоело, это выдохлось, но печататься было довольно сложно. Те, кто туда приходил, конечно, начинали с того, что еще никто не печатался. Я помню первое обсуждение Юры Арабова в свитере «Грубой вязки», он говорит, «Меня зовут Юрий Арабов, у меня вот два сценария». Я помню Юлика Гоголя, присутствовавшую здесь обсуждение. Юлик, ты помнишь, да? А я вам помню хорошо, да. Да, вы понимаете, то есть тогда такая формировалась контркультура стихийно, которая отвергала вот эти омертвердженные догмы соцреализма, и действительно это все сопровождалось напряженным поиском того, что Кирилл говорил, что нужно искать новый язык. И, в общем-то, это было успешно сделано Алексеем Парщиковым, Иваном Ждановым, Еременко, теми, кто тоже привыкал к ней. Понимаете? То есть тогда, на самом деле, может быть, был такой совершен рывок, потом произошел, с моей точки зрения, некоторый откат, но было очень важно, что вот это все-таки существовало, эта борозда платровожная. Второй момент, конечно, для меня очень важен, что вот в этой микросреде, о которой я говорю, существовало понятие «гантерского счета». Понимаете? Вот меня бесит то, может быть, я не прав, но мне кажется, что сейчас оно либо отсутствует, либо почти отсутствует. Потому что безбрежный демократизм интернета, где можно напечатать все, что угодно, где нет никаких фильтров, если ты умеешь там, как наперстящий, у меня вот сто френдов, у меня двести френдов, вот ты уже, так сказать, создается какой-то мыльный пузырь. Но там этого не было. Там не просто, так сказать, посылали месседжи, там смотрели друг другу в глаза, понимаете? А слышали интонацию, голос слышали друг друга, могли сказать самые нелицеприятные вещи. Можно было находиться в нокдауне, можно было вообще потом однажды не прийти больше. Но если ты мог встать из этого нокдауна, прийти еще раз, то ты имел шанс состояться. Это было очень важно. Мы это утратили. Но вы знаете, мало кто знает об этом, но ведь была еще, была предпринята еще одна попытка это все реанимировать на площадке Стеллы, Стеллы Фаундейшн, Женя Никитин здесь отсутствующий, вот тоже, так сказать, и Саша Рытов. Вот они тогда это все начинали. Я помню, Кирилл тогда пришел, постаревший, но, тем не менее, еще не утративший драйвер. Он говорит, хорошо, что мы стали собираться снова. Ему казалось, что вот, так сказать, мы дважды в одну и ту же воду войдем, но потом нас оттуда поперли из Стеллы, там, так сказать, ничего этого, к сожалению, не получило продолжение. Но, тем не менее, сейчас, мне кажется, очень не хватает вот такой вот вещи, вот такой вот микроследы, такого гамбургского счета, потому что мне кажется, что вот этот гамбургский счет превращается в какой-то гамбургский счет, такой вот литературный макдональдс, и утрачивается смысл, все-таки ему лежит. И вы знаете, вот я благодарен вам, что вы процитировали вот эти слова по поводу слов, которые вот ты сложил в определенном порядке. Я, ну вот часто вот сражаясь с редакторами, я вот вижу вот эту цитату, понимаете, я говорю, вот оставьте суверенное пространство. Так что, как у поэзии должно быть суверенное пространство, это не журналистика, это не публицистика, это не филитон. Так и у автора должно быть некое суверенное пространство, которое, в случае лапки редактора, понимаете, или еще чьи-то не должны, извините за резкость, влезать. Это должно принадлежать только мне. Если я написал плохо, то должны быть такие люди, как мои соратники, которые приходят на обсуждение, и это могут разобрать на атомы, на молекулы, и показать мне, может быть, что это представляет собой на самом деле. Ну и последнее. Я вот сейчас, поскольку какие-то цитаты, я вспомнил, знаете, какие строки, действительно, вот такая вот самоирония, без всякого пафоса, без риторика, вот такие строчки. «Не заметил, когда я весну перерос, не заметил, когда распрощался я с летом, не заметил, когда стал поэтом всерьез, не заметил, когда перестал быть поэтом». На самом деле ведь Кирилл Кавальджи поэтом не перестал быть, в отличие от очень многих, которые имели громкие имена, но сейчас забыт. Вот он поэтом не перестал быть, и, может быть, его главный месседж, его главное посла, его главное завещание нам – «Ребята, не перестаньте быть поэтами». Всё, спасибо. Спасибо, Серёжа. Ну, я думаю, Владимир Тучков пришёл один студийц тех времён. Здравствуйте. Я хотел бы немножечко, как бы, вас возразить, Сергей, по поводу мандалу. То есть, в суде Кирилл Владимирович Кавальджи как-то чётко следил за тем, чтобы обсуждения не превращались в какие-то такие вот, скажем так, издевательства. Огонь, ну я про графа маму. Ну так, я хотел обратить внимание на то, что Кирилл Владимирович как бы вот отслеживал ситуацию. Он был ненавязчив, наверное. Он мягко говорил, что такое хорошо, что такое плохо. И что самое главное, он как бы вот, так сказать, давал какие-то такие ненавязчивые советы, предвидел, в каком направлении этот автор может развиваться. Вот. И в связи с этим, я хотел бы сказать, что Кирилл Владимирович обладал, ну, я бы сказал, вот даром предвидения. Это... Сейчас я докажу. Значит, в 87-м, в 88-м году в юности вышли два так называемых испытательных стенда, где были опубликованы 18 авторов. Ну, я их перечислю. Игорь Иванович, Юрий Арабов, Инна Искретко, Владимир Друг, Алексей Парщиков, Александр Еременко, Юлия Немировская, Марк Шатуновский, Владимир Арестов, Евгений Банимович, Дмитрий Александрович, Тучков, Ольга Ленинская, Мохаммад Салих, Ирина Знаменская, Ефим Бершин, Александр Самарцев, Татьяна Нишубова, Игорь Иртенев. Все подборки, кроме моей, были такие чисто целоматические. У меня были опубликованы два верлибра. Это не потому, что я дал не только верлибры в подборку, а Кирилл Владимирович выбрал эти два верлибра, и, как я сейчас понимаю, видимо видел, что дальнейший мой путь лежит в этом разберчике, который для меня и подошел. Ну, а сейчас я, с вашего позволения, прочту вот один из этих верлибров, небольшой. «Когда в сорок седьмом пацан-третиклассник трофейным ножом о двенадцати резвиях пытался фашистскую мину разобрать, чтобы в раз повзрослеть, рука сорвалась с сухожилий с плеча с исхудавшего тельца, и она, молча корчась от боли, проползла по траве и прижалась к березе, словно это плечо или мама, и все обойдется. Безмолвно два крика сплелись, и рука прижилась, и на ней каждый год созревают мечи и висят шелестя, словно на плодоножках, на сосках, предпороченных тальком камер. Возревают, как дающие мылом карамели, ломки ситного хлеба с маслом, как в звездах, в кристалликах сахара, и подшипники для самокатов, словно коречки стручков. Год за годом, поколение за поколение, и чем дальше, все больше превращаются в непонятные символы. Зачем, почему, о чем, приближаясь по смыслу к листве. А сейчас я хотел бы прочитать и творить Кириллу Владимировичу. Моя картина. В последнем зале есть еще картина. Она висит одна. Для вас откроем дверь. Вы наш почетный гость. Мы вас так долго ждали. И я вхожу, освещена закатом, картина на стене, в знакомые с детства раме. Сидит отец, в полоборотах маме, стол, скатерть с кисточками, три прибора, печенье, чайник, помидоры. На патефоне замерла пластинка. И стул пустой, сплетенный желтой спинкой. Родные ваши с вас не сводят глаз. Идите к ним, садитесь, стул для вас. Шагнул и оглянулся, жаль другую. Откуда я уйду? Картина в раме. Снежинок, звезд, дождей, яблок, звезд. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Невозможно было себе представить его повысившим голосом. Не сильно даже походивший внешне на поэта. Скорее на не очень крупного начальника. Такой невысокий, с брюшком. Всегда при галстуке. Он, кстати, и ладить с ними умел. Как-то, видимо, убаюкал. Никогда при этом не уступает главному. Безусловный, казалось бы, традиционист. Он ухитрился собрать в своем знаменитом семинаре едва ли не весь цвет тогдашнего молодого авангарда. Нину Искренко, Александр Еремин, Ивана Жданова, Алексея Парщикова, Владимира Друга, Юлия Гугарева, Андрея Туркина, Александра Левина, Владимира Строчкова и Евгения Пуднемудовича. Именно они образовали потом ставшие легенды 80-х и 90-х клуб поэзии. Два выпуска испытательного стенда, опубликованных на страницах юности в 87-м году, благодаря его неукротимому бронебойному лоббированию, буквально взорвали подержатое рязкое болото советское еще в ту пору поэзию. Как хорошо, что слова благодарности я успел сказать вам при жизни. Не так уж много людей, обращавшихся ко мне на «ты», слышали в ответ мое неизменное, почтительное «вы». Он был один из этих немногих. Ну и чтобы дать какую-то другую историю, я вот вижу, что здесь Дитя Сергеевна Цыканян, который много лет его хорошо знал. В студию вы, естественно, не входили, а может быть как-то по-другому. Нет, в студию я не ходил, а потому что я по-божеству как бы уже был вне этого потока. Вот, значит, Кирилла Владимировича я знаю и знал, и знаю до сих пор очень давно, но хочу начать с другого. где-то в середине шесть... То есть я узнал о нем раньше, чем узнал его самого. Где-то в середине шестьдесятых годов, когда я еще не ходил по редакции, но уже читал литературку, я обратил внимание на статью Рима Казаковой, которая решила написать о них своего поколения. Там было очень забавно. Она привела четверостишие из пародий, а я не помню полностью этого четверостишие, но я помню, что там было, кто такие? Коваль, Ковалев, Коваленков и какие-то кавальджи. И она пишет, как это так, какие-то кавальджи. Вообще она Рима. Рима дружила с Кириллом много лет. Какие-то, когда Кирилл один из самых крупных поэтов нашего, так сказать, времени, нашего поколения. И тут она в силу своей, я бы сказал, политической эмоциональности привела строки Вознесенского о том, что бьют женщинам блестит белок. Полвека прошло, помню. И она пишет, а наш Кирилл, она пишет, может не хуже. И приводит в старение отрывки с кавальджи. Она, конечно, была не права. Нельзя побивать было Вознесенского Кириллом к кавальджи. Или наоборот, они, как говорится, гуляли на разных улицах давней поэзии. А потом уже через какое-то время, в начале 70-х годов, я с Кириллом познакомился, подружился. Наша дружба была литературной, конечно. То есть мы домами не дружили, чай друг к другу пить не ходили. Но брюйку водки в Центральном доме литераторов могли выпить. И уже в более поздние годы, когда Кирилл Владимирович отмечал свои юбилеи, там, 70, 75 и, по-моему, даже 80. Но 80 уже было без, как говорится, застолья. Он уже не очень хорошо себя чувствовал, как я это понял. Я выступал на его 80-летие. Вот, я написал о Кирилле несколько рецензий. А он написал обо мне целых три штуки по разным поводам. Это не было, я бы сказал, товарным обменом. Ни в коем случае. Это делалось искренне, от души. Вообще, у Кирилла Кваджи был большой интерес поэтической молодежи, сколько я помню. Бывало, что вот мы встретимся где-то или на выступлении, или в ЦРЛ в том же. Он не раз дает какую-то тоненькую книжечку. Вот, говорит, прочти, вот это такая-то из Новосибирска, очень талантливая. Или какую-то книжку москвича. Вот. Это было приятно. Приятно отметить. Вот его интерес все больше и больше к молодежи. Я не буду рассказывать о 80-х годах, когда он работал в юности и вел свою студию. Я на заседание не ходил, хотя к нему в саму юность в гости, значит, в отдел заглядывал, где он возглавлял, если меня память не изменяет, отдел критики. Вот. Кирилл был в каком-то смысле… Почему? Почему так относились к Кириллу? Вот я думал еще при его жизни. Он был в каком-то смысле нравственным ориентиром. Он всегда был доброжелателен. Он всегда был внимателен. Он не сказал ни одного плохого слова ни про кого. Это редкость в литературной среде. Знаете, у поэтов есть такой обычай, да? В круг сойдясь оплевывать друг друга. Так вот, Кирилл был исключением таким ярким из этого закона. Вот. Он был очень внимателен. Он интересовался. То есть, иными словами, он не был литературным функционером. Он был настоящим поэтом и в тоталитарное время, и в демократическое время. Неизвестно, какой из этих времен для поэзии лучше. Потому что тут прозвучало, что сейчас отсутствует гамбургский счет. Это правда. Подумаешь, написал стишок. Кинул в интернет. Все счастливы. Особенно автор. А тогда, как это ни странно, был гамбургский счет. Тогда было понятно, что Вознесенский, которого попыталась Рима Федоровна ударить именем Кирилла Ковальджи, что Вознесенский выдающийся поэт. А кто-то там помельче. Не буду называть. Это сейчас не имеет значения. Но то, что это было, это факт. И вот так вот мы с Кириллом постоянно в течение десятилетий пересекались, общались. Уже последние несколько лет его жизни, когда он перестал выходить, пожаловался мне на какую-то свою операцию, не буду углубляться. Мы с ним по телефону время от времени общались. И жаль, что его нету. Знаете, главное, что я могу извлечь из нашего сегодняшнего вечера, что жаль, что его нету. Сейчас таких людей становится все меньше и меньше. Он был, я бы сказал, настоящий. Вот родился в Румынии. Родители, так сказать, я бы сказал, по сегодняшним временам непонятные. Там отец болгарин, мать, так сказать, армянка. Что это такое вообще? Он был настоящий интернациональный человек. Понимаете? Он был настоящий интернациональный человек. Вот такие должны быть люди. Они, к сожалению, не такие. Но хочется верить, что он один из тех, кто будет для тех, кто его знал и в дальнейшем ориентирован. Ну, что еще сказать? Наша встреча, вот, например, лет, наверное, семь назад, уже не помню. Время идет быстро. Мы с ним встретились на дне рождения Геннадия Русакова. Это было значительного поэта, который давно не появлялся в Москве, а живет в Соединенных Штатах. А сейчас, тем более, коронавирус не пускают ни туда, ни сюда. Вот. Тоже, там еще была пара поэтов, они хер говорить не будут. Тоже хорошо пообщались, хорошо выпили. Приятно, приятно вспомнить. Вот. Стихи Кирилла Ковальджи я сейчас не буду цитировать или читать, значит, из книги. Он был разный поэт. Это очень важно. Он одинаково хорошо работал, так сказать, рифмой и с верлиброй. Потому что сейчас часто верлибр не является поэтической речью. Уже извините меня, кто пишет верлибр. А он писал верлибы свои во многом. Именно поэтической речи есть большая разница между словесным высказыванием, вот, без рифмы, и между поэтическим высказыванием. Вот. Кирилл был поэт во всем. Я мог бы еще много вспомнить, но не буду занимать ваше внимание излишне. Я единственное хочу сказать, что на одном из его юбилейных вечеров я запомнил два скрипача из румынского посольства. Замечательно, замечательно показывали нам виртуозную игру на скрипке. Вот. Спасибо Кириллу. Такое тоже не забудешь. Спасибо. Ну, раз стихов не прозвучало, то они прозвучат, наверное, и песни сейчас. И, может быть, Владимир, вы скажете что-то до? Да. Может быть, сразу? А, предварительно. Значит, Владимир Ковальджи, он один из сыновей, младший, и он, кроме многих музыкальных талантов, он еще поет и сняет музыку. Ну а остальные? Ну да, как так случилось. Я никогда в песенном стиле не работал. Я с музыкой имел дело только как церковный регент и как церковный композитор выступал, писал хоровые вещи. Но вот спустя год после окончания отца неожиданно родились две-три песни. Меня уговорили поехать на студию. Это, кстати, в хорошем качестве. И так получился в результате целая пластинка. Вот одно из них, иронические стихи, вы сейчас услышите. Спасибо. Продолжение следует... 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 Если будут запятаться. Голота, серебро. Венценосцы, ваше величество, это очень хитро. Зло ведь просто вопрос количества. Много зла переходит в добро. В государственное, коронованное, каменное, кованное. Но сверху срываются изверхи, и на тлаху падают в обмороке. Но снизу срываются изверхи, и на троны садятся обороны. Дорогая мадам Тюссо, зал властителей, комната ужасов. Вверх и низ, ад и рай, колесо. И оно, понимаете, кружится. Даже самый живучий подвес умирает наконец. Но обидно, что чаще всего достигает почтевного возраста. И в последний путь провожает его рыдание Шопена. Эмоции. Ну скажем чуть не актуальнее. Спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ При жизни общались нечасто. И вот обрывается нить. Зачем тебе номер участка? Ведь ты же не пришел хоронить. Зачем тебе эти визиты? Вопрос. А уже сколько лет? Поэтому, знаешь, визиты к другому кому свой букет. К другому его положи-ка. Украдкой всплакнув на ходу. Ответь на вопросы таджика, что цоколь не в этом году. Кивни полусонным собакам. Следи, как упитанный кот Куда-то там к мусорным бакам Попунчиков чинно ведет. Еще послоняйся немного Среди посторонних могил. И выйди потом на дорогу в сугробчиках снежных бахил. Спасибо, Юлих. Давайте послушаем самого Кирилла Юлиса. Потому что это последнее, насколько я понимаю, его интервью. Которое потом в юности сейчас опубликовано. Но здесь живой голос. Там минут будет семь. Выдержим? Это у нас довольно неожиданно и фортациально. Это о студии. Это концомона. Подумала, что надо работать с молодежью. И придумала 11 мастер-классов. В том числе несколько поэтических. Один предложил мне. Я с удовольствием сел. Встречались мы где-то в здании новой молодой гвардии. В том высотном доме. Я сам через Бунемовича набирать интересных ребят. А потом подумала, чего я могу туда ездить, когда у меня есть зал в юности. И таким образом мы переехали, как говорят, зал в юности. Вот. И потом это послужило многих операций. Стали называть эту студию, как говорится, при журнале юности. Она была независимая. Она просто пользовалась, как говорится, за юность, с позволения начальства. Составили туда приходить ребята. Причем нашим принципом. Поначалу открытые двери. Никакого фильтра. Приходил, кто хотел. И сами отсоивались. Вы до этого и в Кишиневе занимались такой же деятельностью? Да. Я занимался такой деятельностью еще в Кишиневе в 54-м году. Орбита, да? Нет. А это потом назвали Орбита. Она была просто моя студия. При молодежи Молдавии. Потом переехал в Москву. Вот я продолжал. У меня какая-то склонность к этому общению. И потому удалось как-то какой-то коллектив сложить. Многие приходили, уходили. Но оставался какой-то живой костяк. Это были прежде староста Будемович, конечно, Марк Шатуновский, Нианина Искренко, Иван Жданов и так далее. То есть это имена, которые уже сейчас что-то значат в поэзии и в литературе. И они вместе со мной задавали то. То есть мы не учительствовали, как писать и как жить. А давали возможность обсуждать открыто. Причем с условием не обижаться. Не претендовать на публикации. Давайте жить в поэзии, не думая о печати. Если можно будет, я скажу. И когда настало время, я сказал. Давайте. Вы сказали, что с разрешения начальства. А это начальство, оно абстрактное или это какие-то люди? Во-первых, журнал «Юность». Это главный редактор Дементьев. Как он к этому относился? Он относился сначала с осторожностью, а дел поэзии просто негодно. Вот. А потом я взял и устроил для них чтение стихов этих новых поэтов, которые в зале. Приносил начальство журнал «Юность». Я делал поэзии. И они тогда подумали, может быть, на этом можно какие-то дивиденды сообразили. И в 80-м году было дано разрешение на публикацию вот этого испытательного следа. До этого удалось пробить только стихи Жданова. Два стихотворения с трудом. Жданов нас поразил тогда совершенно особым мышлением. Например, я поймал больную птицу. Боюсь, что ты к смерти не стремился. Что ты так живу. Это такие вещи, такие не печатались тогда. Или когда умирает птица, мне плачет усталая пуля, которая так ходила. Всего лишь птица. Это вызывало недоумение, что это такое. Бред какой-то. Однажды дошлось тоже спрос. И мы почувствовали большую поддержку. Вокруг. Кто за это вводил поэзию? Натан Золотников. Они были против этого. Они были воспитаны на нормальной поэзии такой. Внятной, но уравновеженной, достаточно идейной. Поэтому убирали сколько могли. Вот. И чтобы себя обезопасить, Натан сказал, вот, ты хочешь их опубликовать в испытательном стаде, так вот, напиши предисловие ты. Имею ввиду уже на меня Шишкину. Я с удовольствием за это взялся. Написал. Целый подвал. Действительно, тоже меня хлопнули в Косомольской правде и в правде. Но это уже было не то время. Было было вегетарианское. И ничего особенного не последовало. А сколько раз вы собирались? Два раза в месяц. Каждый получил две протоколы. Я назначал оппонентов, обычно двоих, которые на следующей встрече начинали разговоры. Слава Богу, вышло так, что атмосфера сложилась очень свободная, откровенная. Не было обидно. Несмотря иногда на полные разгромы того или иного автора. Все верили, что это честно без всяких карьеристских или задних мыслей. Потому что литература и жизнь, сами знаете, какая. На базе моей студии возник клуб поэзии. Который я уже отдал им. Они в другом месте собирались и все. Я отвел только студию. Гарнонически, вот эта студия, которая потом пришла в клуб поэзии, сколько времени занял? А, например, там Дмитрий Быков, он уже туда не входил. Да, он как-то заглянул, заходил. Заходил там и торговозчика, заходил и Бриков. Кальпедий приезжал из Перми. Мы ездили туда, с Банимовича проводили там какие-то встречи. В общем, это был в поэзии какой-то прадед. Содержательный и стилистический. Какие он дал потом плоды, уже сейчас не будем судить. Одни стали знаменитами, другие меньше. Но важен толчок. Это то, что было и в начале прошлого века. Когда появились будитляни. Хлебников, Бурлюк и Кабани, они дали толчок. Потом Бурлюк еще стал поэтом. Но его роль не малая. В том, что он раскрепостил поэтическое мышление. Потому что время было уже слишком милитарным. Оно поднялось до немысливых высот виртуозности. Символисты и так далее. Вячеслав Ливанов и все другие. И это уже был бунт. Потому что уже Маяковский ворвался в поэзии, как сломал, в посудную лавку. У вас шло по усложнению. Потому что Еременко трудно назвать легким поэтом. Нет, он легко обсуждался у нас. И с восторгом. Великолепно было. Значит, открытие было. Искренко очень ярко во выступала. В общем, это был глоток поэтической свободы. Они пытались немножко влезть в политику. Но я их одергивал. Это неинтересно. Это тоже газета. Там Борис-то не прав. Кто-то написал стихотворение. Имею в виду там Ельцина. А скажите, Кирилл Владимирович. При том, что они все-таки были, мне кажется, не совсем простые. Тоже же Еременко. Для того восприятия. Для той поэзии. А вот вы их оцениваете стилистически. Они как-то друг с другом связаны. И они все-таки очень все разные. И разные. И единые. Единые. В тем, что прежнее поколение было, скажем, советское. Потом было антисоветское. Из границы. У нас. А это было новое направление внесоветское. И вот лидером этой внесоветской поэзии были Еременко и Жданов. Стол депутат Болимович. Поэтому эти ребята были как бы вместе. Несмотря на разительную разницу. Подошелся и Еременко, и Жданова. Но это ничего общего. А как все проходили? Пауза. Если мы потом найдем все силы, мы вторую часть интервью еще прослушаем. Там примерно столько же. Причем очень интересного. Но если у нас будут силы евреи, что называется. А я хочу воспоминять эту встречу. Это же буквально за несколько дней до смерти. Он был действительно очень здоров. Но ясность ума нас совершенно сразила. Он много читал стихов наизусть. И раз речь о студии. Вот подошел Владимир Алисов, который услышал голос Кирилла Владимировича. Вот мы ему и слово предоставим. Владимир Алисов. Ну, конечно, слышать голос Кирилла Владимировича это особое волнение. Я несколько недель до ухода разговаривал по телефону. С ним, конечно, был уже слабый голос. Хотя интонации угадывались. И вот эти интонации, они, мне кажется, определяли все. Это было, с одной стороны, глубоко такое прочувственное выступление. Но всегда уравновешенное, сдержанное и хладнокровное. Совершенно не обращавшее внимание. Ну, было странно на то, что происходило в недрах этой официальной редакции. Ну, Кирилл Владимирович был, конечно, там зав. отдела критики, но в то же время это был и совершенно другой человек. И тогда вот мы как-то даже рассказали, но это слово так просто сорвалось. Вот юрализм тогда, что слово было тогда, в общем, незнакомое. И действительно ведь отдел поэзии, который там все определял, ну, то есть Ряшинцев, Злонников, Нояков и некоторые другие, Кирилл Владимирович передал в словах, что вот если бы к нам принесли к их элемент клетников, мы бы им не обещали. Ну, они как бы вопросили, но Кважин сказал, что конечно бы нет. То есть и вот соседство такое было, с одной стороны, официальная вот эта редакция, это было существовавшее такое несколько стихийно возникавшее, расходившееся людьми студии. Оно создавало вот этот эффект какой-то удивительный. Собственно, он почувствовал, что что-то изменилось, а это действительно в начале 80-х что-то сдвинулось, какой-то сдвиг во времени произошел. Это, ну, с начала войны в Афганистане, которая некоторым отголоскам доносилась, но тем не менее было ясно, что что-то изменилось. И это касалось в том числе и таких, даже когда он говорит несколько отдаленных сфер, как поэзия. Вот, и на самом деле трудно даже вот оценить, какие-то вот вспоминания приходят, может быть, забываются, роль, которую сыграл Танюшкир Иванович. Я вот такую вещь вспомнил. На самом деле он вот приоткрывал какие-то неизвестные вот пути, не только там русских поэтов. В частности, вот он, ну, так как он был связан с молдавской поэзией и румынской, и об этом он говорил, и я помню, в 80-м году, так бы я не стал, наверное, смотреть, я был далеко от Москвы, там в библиотеке увидел книжку Тадареску. Это румынский поэт современный, там были как раз переводы Тирея Владимировича, и это было тоже, в общем-то, какие-то там нетривиальные вещи происходили. И благодаря вот ему, в частности, я стал заниматься молдавским языком, но это было недолго продлилось. это при Советском Союзе, в Советском Союзе, какие-то возникали такие инициативы изучать языки народов. Ну, СССР и, в частности, вот была возможность молдавский, я говорю, это недолго, но это для того отчасти, чтобы почувствовать как-то язык, какие-то поэтические вещи непосредственно. Вот на языке, ну, конечно, многое забылось, но, например, такой вот четыре стишки, я, может быть, не точно его спроизложу. Это начало стихотворения Михаила Менецкого. Ейбилин. Да, да, да. Ластяо, звезда. Ну, если русский перевод, но они совершенно не передают вот это музыке, ну, так же, как Пушкину передавать. Я помню, еще одно мгновение невозможно, если какие-то вот эти абертона не передавать. И благодаря этому еще какая-то была вот, ну, и другие какие-то. Вот, например, на первом обсуждении моих стихов, это раз в ноябре 80-го года, Кирилл Владимирович привел одну студентку из института. Я это вспомнил недавно. И после вот чтения он сказал, что вот эта студентка, ну, студентку уже она, собственно, закончила, что она хотела поступать в аспирантуру. И хотела, ну, писать диссертацию о итальянском герметизме. И он спросил ее, ну, как вот эти стихи несколько напоминают. Она сказала, да, я, честно говоря, по-моему, в то время вообще не слышал. Так очень смутно что-то. Но после этого я стал, в общем, смотреть. И потом вот, в частности, там, благодаря пальчику и другим, ну, конечно, там Монтары, наверное, из центральных игр. То есть здесь, в этом смысле, роль, конечно, его совершенно велика. И она, главное, еще будет раскрываться, потому что, ну, к сожалению, у них уж нет от тех далечий. Но, тем не менее, в общем, это и будет происходить. Мне хотелось прочитать несколько стихотворений Хирилла Владимировича. Ну, он был вот мастер, как мне кажется, особенно вот такой поэтической миниатюры. Ну, это очень известно для него. Совсем закружили дела, На кухне чистила доску, Никак соскрести не могла Розовую полоску. Водила ножом не в попад, И вдруг поняла виновата, Что это полоска заката, О чем ей напомнил закат. Ну, еще вот два таких. Как не велик океан, В нем столкнулись две подводные лодки, Как не огромное небо, В нем столкнулись два самолета, Даже в космосе столкнулись два спутника, А в Москве мы с тобой, ну, никак. Еще одно. Лаура, Беатрича, Натали, Какие бы ни возникали споры, Что поэтические горы Без этих дочерней земли, Без любых били оседолы. Ну, если позвольте, я прочтю одно мастерство. Как раз вот я пришла об этой публикации Первой в юности, в апреле 87-го года, Испытательный стенд. Ну, там, в общем, были, конечно, представлены все, Вот, тех, кто ходил в студию, Ну, и Павчиков, Жданов, Арабов, Владимир Друк, Ну, там и Сергей Готлевский был, Испытательный публикации, Хотя бы так очень. Как-то край. Вот. У меня там должно было Два стихотворения выйти, Но одно там, в последние минуты, Отдел поэзии как-то зарезано. Но одно все-таки вышло. Воспоминания. Учительница музыки жива, Но не войдет уже в свою квартиру. Там хоровое пение, портье, И хлеб посередине комнаты вечерней, И низкий коридор, и кухонный сквозняк, И пыльное в привычных скрепах небо. Там улица покорная прошла, И вечный дождь Вахтанговского театра, Там в серых складках сотканных колонн Пустынность летняя скопилась. На мшистых шинах быстрая машина Уходит длинными шагами, И вечер наступает наконец, Оркестр театральный слушает ноты, И вдаль к Смоленской Торную тропой Дверь приоткрыв Уходят музыканты. Учительница музыки жива, И множится складная книга детства, Но дверь закрыта, Ключ заведенел, И в сонный бархат двинулась машина, Испытанные кресель локотки, И летающие бинокли на коленях. Спасибо. Спасибо, Владимир. Еще времена студии. Ольга Ивницкая. Я приезжала с Юга специально на студию, И всегда привозила с собой стихи ребят, Которые предавались из Кишинева, И взялся из Белго-Днестровска. И у нас была такая компания, Родик Альшевский, Марина Хлебникова, Боря Викторов, Который здесь уже жил тогда, к тому времени. Вот это Кирилл Каладжин. С Кириллом я дружил. И в каком-то смысл даже была Хранительницей каких-то секретов Кирилла. Когда-нибудь об этом я напишу. У нас было много с ним в судьбе моря, Многое Одессы. И много всяких побед. Вот мы любили убирать Всяких официозных собраний. Он был очень большим хулиганом на самом деле. Такой вечно мальчишка, Он был жил. И хранить, наверное, он умеет. А вот это чудесная история на море вообще? Да, у нас была чудесная история на море. Я буду ее подробно рассказывать. Просто у нас была утка, На котором путешествовали И у нас были стадики засекреченные, Которые с нами путешествовали. И у нас были истории на маяке на Одесском. Это был первый человек в Москве, Которые вот проводил в мои вечера. Первый вечер с Адалявом. В посольстве в Украинском. И это был человек, Который мне сказал, что же ты натворила. Он тогда уже исполнял на бизнесе Директора издательства «Московского рабочего». И моя книга, которую Маша хотела сдать, Это книга «Проза большая». Она называлась «Дебютное прощание». И оказалось, что эта книга Оказалась последней книгой, Которые московский рабочий сдал. И он говорит, зачем же ты Загаза-то такая, Как же можно было такое название? И закрыли, И вот на прощание. Он был очень веселым человеком. И он очень много действительно сделал. Последняя вот у нас такая Драматическая история. Вот эти ребята, с которыми мы дружили. Да вот Рудика, Ольшевский и Марина Клебникова. Это люди, которые ушли из жизни. Они окончили с собой. И мы очень хотели, что для них сделать. А рукопись Марины Клебниковой Она лежала в издательстве. И уже ее не могли издать в «Московском рабочем». Он говорит, пожалуйста, вот эту книгу надо сберечь, Чтобы передать, может быть, вот там. Вот здесь и сможете ее издать. И вот это она сдалась, слава богу. Вот ее удалось уловить эту книгу. Даже в такие моменты, Когда так все ушлось вокруг, Он всегда думал, Тех, с кем он дружил, Кому он учил. А его учеба, она ведь была очень простая. Мы просто были с ним рядом. Вот. И была ситуация, Когда вот студенцы у его, На испытательном стадии, Вот, вот, Их учеба ругает. Вышла в литературной газете, Статья большая. Разворот вышел. Может быть, вы его помните, Юля. Помнишь? Хорошо гулять по небу. Не помнишь такое, да? Александр Пикачев написал эту статью, Где говорили, что Вот саморазрушающая ирония этих поэтов, Она не может существовать В этой стране. А ты помнишь эту статью, нет? Была, да? Пока кошка, На бреющем, Кошка Эклиева, Летит на Красную площадь, Зато она считает за них на руках. Я помню тут самую струкравную статью. Это самую статью. Это другая. Да, она в литературке была, да. Ну, говорили много и крепко. И он всегда поддерживал, А всех обрубленных он после этого Очень крепко поддерживал. Ну, вот. Ну, конечно, все благодарны, Очень благодарны ему. У меня есть его книги С очень странными автографами. Он мне говорил, Ты все мои автографы береги. Я говорю, почему? Он говорит, А ты потом, когда новеллы будешь писать, Ты обязательно их туда вставишь. И это правда. Я их обязательно. То есть я их уже вставила. Большое спасибо всем. И мне так радостно всегда видеть. Володей, ты давно уже не видела так. Потому что еще надо видеть. Твои книжечки эта пирата хранится. Она даже у меня Сфотографирована и лежит У нас в ветерковом музее. Вот так. А сама книжка мне отдала потом. Спасибо большое. Спасибо Ольге. Я приоткрою Там какие-то планы. Мы готовим большой сборник, посвященный студии. Я его говорю уже несколько лет. Так вот там в конце Будут Будут статьи Ругательные. Мы их собираем из правды. Ищем. Они будут собраны в одном месте. И мы можем посмотреть И мы можем посмотреть Насколько правы были критики. И вспомнить их имена по именам. По именам. Я думаю, что еще одну музыкальную паузу. Давайте. Давайте. Сейчас. Держи. Держи. Есть? Есть. Люби, пока не отозвали меня Люби меня, пока по косточкам не разобрали И не командировали, как об него в заплаках Люби, пока на вечной миле не прописали И Господь не повелел, чтоб рост двоих меня На душу и на плоть На душу и на плоть Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Живой здесь, недалеко Пока не спал воспоминанием Любить, которое легко Любить, которое легко Пока не спал воспоминанием Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо Давайте послушаем еще Свету Литва Которая нам от имени молодого практически покорили Ну она вечно молодая Действительно я пришла гораздо позже Попала я в студию в начале 1980 года Тогда у меня было 2 маленьких детей Дочке было 3 года, сына 2, поэтому ходила я не так часто Это было очень значительным событием в моей жизни Это была моя первая литературная студия Кто-то из студийцев назвал, отзывался обо мне Тонченная, изможденная молодая женщина Ну вот я только и была там нахер Вот еще про такой напряженной семейной жизни И тем не менее, это в общем-то дало мне много Во-первых, я впервые читала стихи на какую-то такую специально подготовленную публику На Кирилл Владимирович я смотрела просто как на какого великого мэтра Вот его вот эти резюме в конце вечера И их ждала как, а что же он скажет в конце Когда там уже столько времени посвящало И всегда это было неожиданно, очень интересно И, конечно, всегда очень подобранно И ему как-то сказали даже важные вещи Вот, и, конечно, с нетерпением ждала, как даже я смогла В общем, было у меня там два обсуждения Одно в 88-м, только в 89-м И, как мне потом сказал Женя Банимович В 90-м году по ТВ показали документальный фильм «Великие дела» Об Банимовиче, студии Кавальджи, поэзии И как раз фоном там было мое обсуждение Происходившее второе мое обсуждение Конечно, для меня важны были знакомства в этой студии Я там познакомилась, прежде всего, с самого начала с Ильей Кукуриным Владимиром, Владимиром Тучковым, Фаины Гринберг, Андреем Гринкуновым Ну, конечно, Марко Шпиновский И я не понимаю, еще постоянно практически присутствовали в заседаниях И тоже очень много сделали Для студии они всегда поддерживали Кирилла То есть они, как ученые секретари при меня все посидели Помню, как мы с Володей Тучковым нервно курили в коридорах у Кирилла Ожидая там как-то своих выступлений Ну, постепенно, конечно, я там освоилась И уже чувствую себя довольно уверенно Когда появились в малом составе поэты клубы поэзии Которые, значит, какое-то время они не ходили в студию И тут они появились, потому что негде стало собираться И стали устраивать свои вечера В которых я стала активно участвовать И, в общем, я очень рада, что я познакомилась с такими важными для меня людьми Как и Нила Искренко, и Андрей Туркин, и Володя Аристов, и Юли Кугорев, и Владимир Трук, ну и многие другие Вот, это началась какая-то уже акционная такая программа Да, я, кстати, привела в студию Дила Владимировича Кирилла Лукоменкова, когда еще был в Денифанце И он тоже стал завсегдателем студии И уже на излете, так вот, когда уже я все реже стала посещать студию Вот тогда я уже там видела и Лесина, и Даниуда Владимирова В общем, акконос появился Ну, я, наверное, прочту стихотворение Стихотворение Кирилла Ковальджи Которое меня зацепило Ну, ироническое стихотворение Кстати, Кирилл Владимирович скучал без студии Когда уже он перестал ее уйти, да, вот, долго не было его У него были попытки что-то такое возродить И он, кстати, очень хотел сделать это в Зверевском циатре Когда мы там с Николаем Войтли что-то делали Он проводил там иногда свои вечера Автор стринга И он очень хотел, предлагал нам, чтобы мы, как бы, этим завелись И воссоздали эту студию, чтобы туда приходили молодые ребята Но мы как-то это не потянули Это было довольно тяжело Еженедельно собираться просто Ну, потом в стеллах А? В стеллах Вот туда меня почему-то не приглашали Там меня не было Вот Но это уже после Да, в конце Короче Вот Вот Наше стихотворение Которое я выбрала Почему не веришь, что случилось? Что светло нахлынуло, нашло Если состоялось, получилось Если срифмовалось, повезло Кайф любовный, молоко парное Но лишь вознеслись мы до небес Русская родная паранойя И тут как тут Привет, подпольный бес И когда ты сбрасываешь платье Подозрения сотрясают дом Бывшие товарищи и братья Брикады строят под окном Требуется срочно расковырка Хрупкого блаженства и добра В небесах озоновая дырка В ткани звездной черная дыра В ванне образуется воронка Молоко сбежало на плите Под кроватью пьяная воровка Судорожь бушает в темноте АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Никогда об этом не говорила еще И хотелось бы ей сказать, но забыла Я вообще не готова говорить ничего Дело в том, что он Сказали, что он как бы Отвалитель нас всех отодвигал Это правда Но так получилось, что когда была война В Адоле Я была репортером на этой войне Стрим, когда я писала Мне до 73 года Я очень много сил Приложил для того, чтобы Я не хотела заниматься военной журналистикой, он просто воевал со мной, а у меня были репорталы, они назывались «Без информации не обещают», и он очень много спорил со мной по поводу Приднестровья, по поводу страха перед Румынией у многих, которые были по поводу не вмешательства в Украине, а украинских журналистов там не было, и я им очень благодарна, вот и он это делал, и Борис Алексеевич Чебарин это делал, они говорили, не надо быть делателем, замолчи, прислушайся, слушай тех ребят, которые вокруг тебя, они слышат Бога, а ты слышишь людей. Попробуй замолчать, и мне впервые удалось, вот я голос его помню, когда был обстрел, и я вот там узнала ту тишину, в которой действительно слышишь какой-то другой голос, может быть, может быть, может быть, еще чего-то, не знаю, но голос Кирилла я тогда слышала, и, может быть, вот если я сейчас общаюсь, то я думала, что Кирилл, ну, он с этим не имеет больших отношений, он знает очень больших связей. Он был человеком, который понимал, почему ему нужно быть на войне, и он умел это объяснить, и мы много с ним говорили о Второй Народной войне, и наши даре, которые у нас были, я сказала, они были связаны с последствиями Отечественной войны, вот, связаны были, я работала в архиве, у нас есть одна башня в архиве Одесса, в которую никто не заходит, потому что там хранятся документы, они на румынском языке, но Кирилл знал в этих документах, нас не говорили, у нас просто нет переводчиков, которые бы согласились работать с этим архивом, а он хотел работать с этим, но не пускай. Если бы кто-то об этом когда-нибудь смог написать, о том, как много Кирилл сделал для истории Молдавии, не только для литературы, это было бы здорово, об этом надо будет. Спасибо. Мы здесь уже около двух часов, поэтому, если кому-то есть что-то очень важное сказать, вот это сейчас такой момент, или мы кому-то пойдем дальше? Вот из-за него я написала, я сейчас не закончу, да, это из-за него я написала стихотворение, за которое меня так сильно ругала литературная газета. И вот он хотел, чтобы это стихотворение было раздвиговано, но совершенно не трудное такое, может быть, ты его помнишь? Потому что я его тогда не впечатала, о том, не хочу, не буду, не услышу, вижу, на волне сидит собака, вою, потому что я занята под луною, а вы мне жили от солдата, как полку, строили себя колесо-мой родни, чтобы сыну вдавить после жизни, чтобы он не стал артиллеристом, Улетел, чтобы туда, в доме, в помине, ни судьбы, ни долго, ни отваги, только мама, там всего по половине. В прошлой жизни я была зенитной пушкой, ни один не пропустила самолет, где в прицел глядели слепо вражьи дети, из их пекла вывезла на нити, потому что только вы в бездонном небе. Если бы не он, пустя холень, когда вы, наверное, меня не прозвучало. Спасибо еще. Ну, в принципе, у нас будет потом еще время пообщаться неформально, что называется, поэтому ничего страшного, если кто-то что-то не договорил. Я уже, как бы, к завершению вечера, ну, как бы, стихи сегодня прозвучали, я мощно всем советую читать действительно стихи Кирилла, вот я упоминал Жене, боль промыла глаза, или всегда Банимович Евгений, читая стихи Кирилла, я строил дом замечательный, его всем советую читать и перечитывать. А я два коротких стихотворения, чтобы позволю, где вот его, как бы, чувство юмора, которое сегодня тоже упоминали. «Смотрю по-прежнему в небесный синий, все те же журавли, при мне построили гостиницу Россия, при мне снесли». И второй такой текст, который я очень любил, называется «Зодчий». «Зодчий был неказист и рассеян, невелик предвеличен дворцам, удивляются ротозеи, что творение выше дворца, невдомеким, что чувствует зодчий, пробегает по коже мороз, накануне, бессонной ночью, он творение свое. Перерос. Ну и голос, да, закончим голосом. Давайте, тогда учесть. Там будет смешно, я думаю, могу. Как все проходило, обсуждался каждый раз один парень, он давал подход. Да, превышенно один. Может быть, иногда и двоицы, в данном времени. Но, если двоицы, он заранее, понятно, читали, его стихи, и выступали первыми, чтобы завязать разговор, когда появился, когда двигает ног. А автор обсуждаемой подборки ее не считал, то есть все читали просто глазами. Он слух не читал? Читали слух. Почему? Не предоставляет, почитали. Он читал, ну, опять-таки, опять-таки, только ходил. Некоторые хотели больше. Нина Искрянка всегда была матемалистка. Он, опять же, вечер был ее. А сколько вообще было народу в среднем? Тридцать-сорок. Я не просто обсуждал стихи, я создал некую культурную атмосферу, читал на память стихи других поэтов, и зарубежных, и малоизвестных, и наших, и так далее. Так у меня голова полна стихами этих чужих поэтов. Один раз какой-то человек мне вызывал, что он из КГГ, нет такого-то, такого-то, но такого-то не было, поэтому он отстал. Потом устроили вечер в клубе «Букат», а меня текали в горку партии туда и так далее. Вот что это такое? Я изнасиловал отца Гуглева. Он взорвал эти строчки. Что, у вас не чувство юмора, что вы? А он же Кузнецовного, естественно, взорвал. Ну да, ну да, никто его объясняет в Гарконге. Сколько вот этих волн у наших студийцев, мы всем и говорим о той студии, да? Вы дальше продолжали это делать? Продолжаем без особой новизны, потому что резко переменилось время, отменилась советская власть, поступила и цензура, и всё. Оказалось, что эта форма уже как бы ни сочи не нужна. Попытались собраться несколько раз, значит, в разных местах, но уже не клюну. Потому что сейчас, я уже перехожу на сегодняшний день, поэзия всё-таки в кризисе. Я не вижу ни одного первого поэта. Есть хорошие поэты и замечательные, но больше Брунского первого нету. И не предвидится пока. Поэзия будет продолжаться, но уже как развитие кончилось. Как кончилось оно в Европе. Между прочим, это правда. В Европе сейчас поэзия стала настолько герметичной и интеллектуальной, что это уже игра в писиар. Уже критики между собой занимаются астрологом, а читателя нет. Правильно ли говорить о том, что, парадоксальная вещь, на поэзии нужна не свобода, не грамма? Вы знаете, мне кажется, что для поэзии нужны три факта. Личность, талант и судьба. Вот три компонента. Вот между ними играйте. Потому что талантом врождённое, судьба не всегда зависит от поэта. Например, что такое Маяковский без революции? Непонятно что. Писал безвкусные стихи. Я вообще парень, глядя, буду подавать. Она там своего профессии писал. Но было видно, что это деньги. Что это талант. Что это везу лифт энергии, что ли. Все-таки, когда есть свобода, когда всё вокруг доступно, то личность даже очень талантливая, она очень часто себя расходует на какие-то другие… Нет, вы знаете, это зависит от личности. Личности. Но он был Лермонта. У него была полная свобода писать, что он родил. Никто ему не мешал. Просто эта трагедия вот такая, она погибла. У Пушкина были какие-то сложности с государством. Но у Дючила не было никаких, у Федора не было никаких. Свобода нужна внутренняя. Внешняя свобода грошь цена ей. Сейчас, как говорят, десятки тысяч стихов написаны на основе свободы. Выражения и так далее. Но это как раз кризис поэзии, может быть, иногда прижим создает посередание. Сейчас действует на свободу, конечно, на рынок. Вот это давит по поэтам. Возможность продать книги, выступить и так далее. Вот это давит. Это уже не другая дне свобода. Этоды выхода я не вижу пока. Кирилл Владимирович, а вот Вы сказали про первых поэтов. В 60-е годы кто первый поэт? Те, кому все считают первым поэтом или другие? Вы знаете, это было однородное явление другого рода. Не только поэтическое, сколько художественно-социальное. Поэтому их слава не только в стране, но и за рубежом, определялась их роль социально-исторической. Вот. Ну, конечно, самые социальные талантовые группы это были Вильтушанки, Ахмадолина, Акуджава, Рождественский. Все вместе они создали поэтическую волну, которая не имела продолжения. Потому что поменялось время, и эта социальная поэтика, они уже не находят читателя. По крайней мере, я пытался моим сыновьям стучить в Вильтушанку или в Вильтушанку, и в Вильтушанку, и в Вильтушанку, и в Вильтушанку. И идет неинтереснее. А как, кстати, Ваша семья относилась к Вашему учительству в поэзии, Вашей студии на деятельности? Я не спрашивал. Не спрашивали? Ну что, друзья, спасибо! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ И